Дарья Судрева Ульяновская молодежь приглашает побегать по городу. Придумывали подписи, готовили лук. Ульяновским девочкам вручили паспорта к 8 марта. 9 марта туда придут ученики. Подробности об учреждении нового типа расскажет Павел Половов. В Ишеевке торжественно открыли начальную школу и детский сад на 420 мест плавательным бассейном. Комплекс школа-сад станет частью структуры Ишеевского лицея имени Джорджадзе. Уже 9 марта сюда придут ученики. 120 мест это детский сад. Причем детский сад, который примет детей начиная с раннего возраста. Тем самым мы исполняем указ президента по обеспечению доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет. И 300 мест это начальная школа. Это полноценный 25 класс комплектов. Современный образовательный комплекс станет центром просвещения районного поселка и всего Ульяновского района. Из новшеств садик и школа в одном здании. Детский коллектив общий, что позволяет детям без стресса шагать по ступенькам образовательной системы. Школа приспособлена для внеклассной развивающей работы. Причем не только в развлекательном, но и профессионально ориентирующем смысле. Мамы и педагоги довольны. Вообще по 25 человек в классе учеников, но где-то чуть больше, потому что у нас рождаемость прям, не знаю, подскочила вверх. Если раньше в классах было взять четвертые классы сейчас, там по 17 человек. Третий класс по 21 человек. У вторых классов уже 25-28 человек и первоклассников тоже так же. Юлия не только педагог, она еще и мама первоклассника. Довольно классами, широкими коридорами, оснащением. Радует и то, что в лицее теперь есть бассейн. Причем тоже обустроенный по всем нормам безопасности и комфортабельности. Душевые раздевалки, новый спортзал. Губернатор осмотрел практически каждое помещение нового учреждения. Однако самым неожиданным для многих пришедших на открытие стал медицинский блок. Здесь медицинский блок. То есть начинается у нас по кабинетам. Первый идет логопед, психолог. Потом стоматолог будет, зубной врач будет приходить. На базу от РБ будет приходить доктор. И детей будут лечить тут. Проводить санацию сперва. А потом уже выборочно детей будут проводить лечение. Потом кабинет, процедурный кабинет. Кроме того, будет и педиатр. Медблок образовательной организации фактически будет выполнять функции детской поликлиники. Причем здесь не будет очередей и долгой дороги в больницу. Все прямо по месту учебы. Плановые медосмотры, прививки в специальном прививочном кабинете. Быстрое оказание помощи. Медблок способен обслужить всех детей лицея. Он уже оснащен и укомплектован. Готов к работе на все 100%. Вся окружающая среда лицея, начиная от внешнего вида здания до мебели, функционально и эстетически грамотно оформлена для обеспечения физической, психологической безопасности школьников, а также для превращения лицея в уникальную школу полного дня. Павел Половов, Даниил Сурков, Умправда ТВ. Завод «Димитровград Химмаш» обновляет производственную базу. Губернатор Сергей Морозов посетил предприятие и обсудил с руководством итоги работы за 2020 год и планы развития. В этом году заводу исполняется 90 лет со дня образования. Он обеспечивает работу и более тысячи жителей Ульяновской области, принимая молодых специалистов и обучая их. Особым достижением 2020 года считаю, что мы выпустили теплообменник для компаний Сибур, конкретно запсив нефтехима, весом 170 тонн. Взамен французского, который сейчас действует там у них на комбинате, является центром технологической установки получения полипропилена. Данный теплообменник находится в пути буквально через 10 дней, там начнется монтаж уже. В настоящее время на предприятии трудится 1200 человек. Ряд производств работают круглосуточно. Ведется набор порядка 25 человек по таким специальностям, как электросварщик, слесарь по котельным работам, инженер-технолог и слесарь по измерительным приборам. Мы выкупаем новое современное технологическое оборудование, переоснащаем наше старое оборудование на новое, для расширения технологических возможностей. Наш цех у нас преобразился, поменяли полностью полы, цех покрасили, побелку сделали. Завод сотрудничает с профессиональными училищами города Димитровграда, принимая на производственную практику учащихся с последующим трудоустройством. Инициативная молодежь Ульяновска с конца прошлого года устраивает забеги по нашему городу. Цель таких мероприятий заключается в привлечении как можно большего количества молодых людей к занятиям легкой атлетикой в городской среде. Почему именно бег стал привлекательным способом коммуникации, пропагандой здорового образа жизни среди городских юношей и девушек, рассказывает Антон Никонов. Спорт – норма жизни. Этот девиз хорошо знаком жителям нашего края, в том числе молодежи. В этом году слоган актуален как минимум по двум поводам. Во-первых, 2021 объявлен годом молодежи в нашем регионе, а во-вторых, годом детского спорта. Однако инициативные ребята, не опираясь на поддержку власти, решили своими силами запустить проект по развитию бега в нашем городе. Идея принадлежит двум учащимся Ульяновского института гражданской авиации – Диме Розенбергу и Никите Шептицкому. По их словам, бег – это наиболее доступный и действенный вид легкой атлетики. Здесь тебе и здоровый образ жизни, и общение с ровесниками. Мы решили именно бег выбрать, потому что бег никак сейчас очень сильно актуален. У нас беговое сообщество в России очень сильно развивается, и ребята хотят заниматься именно этим спортом, потому что для него нужны всего лишь кроссовки, не нужно никуда записываться в залы, никакая начальниковых ножа, можно действительно просто взять некие кроссовки, надеть спортивную форму и выбежать на улицу. Для этого не нужно отводить специальное время в количестве дня, не нужно записываться на какие-то секции. Ты можешь что-то сделать как после работы просто выйти, так и после института. Сначала беговое комьюнити было немногочисленным, но с каждым новым забегом ряды бегунов расширяются. Ребята кидают клич на пробежки в социальных сетях. Случается, что непосредственно на улицах к бегущим присоединяются заинтересованные люди. В таком случае группа не замыкается только рамками молодежи. Этим ребятам нипочем ни гололед, ни снегопад или другие неблагоприятные погодные условия. Два раза в неделю они собираются для того, чтобы устраивать забеги по нашему городу. В приоритете здоровый образ жизни, а геолокация каждый раз разная. Беговые маршруты предварительно обговариваются и выкладываются в интернете. В планах есть забеги не только по городу, но и по области. Также есть идея экстремальных бегов, для которых нужны специальные разрешения от органов власти и страховочное сопровождение. Например, пробежка с президентским мостом, который мы сейчас организуем. Для нее нужна организация от Министерства транспорта нашего области. И также у нас идея пробежаться по некоторым красивым городам Ульянской области, по красивым местам, например, Граненое ухо. Также мы уже нашли некоторые интересные места в Сингиреи и в Ундорах. Каждый из молодых людей считает независимый беговой проект Ульяновска важной составляющей их спортивных интересов. Я считаю, что это полезно для здоровья, потому что в наше время, да и со временем карантина, все начали сидеть дома. Я считаю, что это правильное дело движения. Жить – это есть движение. В команде бегунов есть как новички, так и спортсмены со стажем. Так Никита Шептицкий профессионально занимается бегом с третьего класса школы. Молодой человек уже пробежал четырехчасовой марафон летом прошлого года, а также несколько полумарафонов как летом, так и зимой. Также в копилке Никиты числится 20-километровый забег по льду Байкала и 14-километровый забег по Волге. Мы посмотрели, подумали по поводу этой идеи, посмотрели, какие беговые сообщества есть в Ульяновске и поняли, что в Ульяновске бег находится не в самом лучшем положении. С чем это может быть связано? Какие есть предположения, догадки? Ну, я так думаю, что просто Ульяновск не особо-то большой город. Не особо много людей тут живет, потому что я сам из Ангарска. Ангарск примерно такой же город, он находится в Иркутской области. Своей сибирской закалкой Никита мотивирует молодежь Ульяновска и надеется передать друзьям большую любовь к спорту. В целом, ребят не пугают погодные условия, если они не представляют опасности здоровью. Также бегуны надеются, что к лету их число существенно увеличится, ведь приверженцев здорового образа жизни в нашем крае с каждым годом становится все больше и больше. Антон Никонов и Даниил Сурков, Уллправда ТВ. В преддверии 8 марта у восьми юных жительниц Ульяновска случилось еще одно праздничное событие. Им вручили паспорта. Праздничная церемония состоялась в зале дворянского собрания. Рината Алиулова пообщалась с новоиспеченными гражданками. Эти девочки прошли своего рода кастинг. Им исполнилось 14 лет, и все они ведут активный образ жизни. Именно по такому принципу юных жительниц Ленинского района Ульяновска отобрали для того, чтобы вручить торжественной обстановке первый в их жизни документ. Устраивать церемонию вручения паспортов давняя традиция Российского союза молодежи. Проходит она в формате акции «Мы граждане России». Российский союз молодежи инициировал эту акцию уже почти 20 лет назад. Она заключается в том, что в торжественной обстановке паспорта гражданам, молодым гражданам России вручаются известными людьми, представителями власти. События для девочек устроили в зале дворянского собрания. Вручали паспорта представители общественной палаты, глава Ленинского района в преддверии 8 марта. Девочек должно было быть также – 8. Однако на церемонии присутствовали только 7. Среди них гимназистка Амина Хисамединова. Теперь уже гражданка с паспортом мечтает связать свою жизнь с IT-сферой. Год назад она бросила танцы, чтобы больше времени уделять программированию на языке питун. Вообще узнавала мама. Мы все вместе оставляли, как говорится, лук. И просто готовилась морально, чтобы договорить, как бы себя вести. Еще одна обладательница паспорта, София Моисеева из 57-й школы, долго придумывала подпись для документа. Дома она уже приготовила место, куда положит паспорт, чтобы не потерять. Это так волнительно, потому что паспорт – это как будто вход в новую взрослую жизнь. Теперь у меня будет свой личный документ. Радостное событие вместе с детьми в торжественной обстановке разделили и их родители. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Улправда ТВ. Сегодня на сцене киноконцертного комплекса «Современник» прошло предпраздничное награждение женщин-тружениц сферы ЖКХ. Самым теплым весенним праздником – Международным женским днем – поздравил дворников и работниц зеленого хозяйства губернатор Ульяновской области. За высокое профессиональное мастерство, достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу на территории нашего региона он вручил лучшим работницам отрасли благодарственные письма. Это вы, несмотря на просто такую даже необычную, сложную, непривычную для нас силу без зиму, помогаете видеть наши города и прежде всего город Ульяновск, конечно, таким достаточно комфортным, дрожжелюбным к нашим с вами горожанам. Это вы, многие, несмотря на холода и снега, брали самые такие вот сложные предметы в виде шансовых инструментов и приводили все в идеальное состояние. В награждение принял участие глава города Ульяновска Сергей Панчин. Он также выручил почетные грамоты администрации города прекрасным дамам. В современных реалиях совершенно ясно, что благоустройство и чистота городских пространств является одной из важных сфер нашей жизни. От ежедневной работы уборщиков и дворников зависит качественное и уютное состояние придомовых территорий и объектов соцсферы. Люди, когда выходят из подъезда, проходят и говорят спасибо. Это очень им нравится, как я обслуживаю их дома. Какой участок вы обслуживаете? Где вы работаете? В какой участке? По улице Октябрьской я это обслуживаю. Сколько ведомств ваших домов? И как вообще? Сколько часов в день вы работаете? Ну, мы начинаем с пяти часов и до двух часов. Но если вот когда погода, вот именно в зимний период, мы работаем и до трех, и до четырех, и даже в ночь, можно сказать. У работниц Веры ЖКХ нет ни выходных, ни праздничных дней. В любую непогоду они всегда на рабочем месте. Сегодня среди слов поздравлений звучали также пожелания большого количества солнечных дней и как можно меньше осадков, ведь снегопад или гололед, работы у представительниц прекрасного пола становятся в два-три раза больше. К 8 марта представительниц прекрасного пола поздравили и ульяновские десантники. Военные устроили необычный флешмоб, поздравили воспитанников детского дома Соловьиной, Роща и даже прошлись по центральным улицам города. Виктория Черкова продолжит. Личный состав одного из самых известных подразделений ВДВ России оригинально поздравил представительниц прекрасного пола. Специально к Международному женскому дню командиры и бойцы Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ устроили флешмоб. На территории части они выстроились в форме надписи с 8 марта и с высоты птичьего полета поздравили всех женщин России. Далее изобретательные военные отправились в детский дом Соловьиной, Роща. Они порадовали местных педагогов и нянечек, не забыли также и о воспитанницах. Напомню, с 1997 года наши десантники помогают этому учреждению. Они сотрудничают с Дедом Морозом, проводят встречи, покупают все необходимое и даже вдохновляют местных мальчишек на службу в армии. Благодарная ребятам за то и вообще командованию, что они настолько легко откликаются на любую просьбу, какая вот вы знаете, если и есть чудо и волшебство, и вроде бы оно к военным людям не должно иметь никакого отношения, там все суровое, но вы знаете, волшебство случается, особенно в празднике. Стоит отметить, что подразделение в этот раз облачилось в форму безопознаваемых знаков в честь семилетней годовщины Крымской весны. Из Заволжского детского дома десантники отправились на правый берег и прошлись по центральным улицам города. Они посетили торговые центры и банки, одарив женщин цветами и своим вниманием. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Управда ТВ. Ульяновский государственный оркестр народных инструментов уже начал поздравлять симбирянок. В преддверии Международного женского дня коллектив отправился на гастроли по области. К кульминации тура будет выступление с солистом из Санкт-Петербурга на одной из лучших сцен Ульяновска. О грядущем музыкальном событии в нашем материале. Душевная музыка для прекрасных дам. Ульяновский государственный оркестр народных инструментов вместе с баритоном Сергеем Зыковым готовится к праздничному концерту. Специально к 8 марта солист из Санкт-Петербурга привез романтичную программу под названием «Королева красоты». Несложно догадаться, что репертуар наполнен самыми известными, горячо любимыми хитами советского композитора Арнова Баджаняна. Его творения заполняли эфиры радио и телевидения. Пластинки также расходились миллионными тиражами. Свадьба, посвящение Муслиму Магомаеву, «Позови меня, королева красоты» и многие другие популярные композиции. Сергей Зыков уверен, программа публике понравится. Ну, конечно же, такая музыка, такие песни, они не могут не прозвучать именно в канун и на 8 марта. Потому что это, ну, мне кажется, это самый лучший подарок для всех женщин, дам, девушек, барышень. Обладатель лирического баритона более 10 лет выступает на ульяновской сцене. Гостец города на Неве каждый год приезжает к нам. Художественный руководитель народного оркестра признается, Зыкову работать комфортно. Он очень легкий на подъем человек. В творческом отношении всегда можно договориться. У нас не было еще ни разу, например, что мы как-то вот, мы спорим, безусловно спорим. Я что-то предлагаю, что-то предлагает солист. Это абсолютно правильная, нормальная ситуация. Концерт состоится 8 марта в 15.00 в зале Дворца творчества детей и молодежи. Это музыкальное событие войдет в программу 59-го международного музыкального фестиваля «Мир, эпоха, имена». Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске ожидается облачная погода. Возможен небольшой снег. Днем столбик термометра удержится на отметке в минус 7 градусов. Ветер западный 8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.32 с 30 и 23.00, а также на нашем сайте. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!